Спасибо за приглашение. Хотя я приезжала уже в Брест, но вот в рамках Европейского кафе я впервые. И в общем-то, так как я тоже имею отношение к этому проекту Европейского кафе, то в Минске мы начинали этот проект или продолжаем его, обычно в рамках этого проекта выступают какие-то такие именитые, заслуженные люди. И поэтому, конечно, мне тоже приятно как-то в этой череде принять участие и выступить. Уже слышала от некоторых из вас, что вот такая захватывающая тема. И, конечно, когда есть представление о том, что захватывающая тема, наверное, и большие ожидания от доклада, я, конечно, очень волнуюсь как бы вас не разочаровать в этой связи. Прежде чем перейти, собственно, к лекции, в качестве преамула, хотела бы сказать, что в анонсе я указывала, что хотела бы оппонировать авторам, авторам, которые работают с таким понятием, как природа или сущность человека, в Беларуси очень часто на природу ссылаются. И в такой гендерной перспективе, и когда национализм обсуждают, и когда говорят о правах человека или об этике, вот есть там какая-то природа, сущность устойчивая, да, понятная, и опираясь на нее можно объяснить многие вещи. Мне кажется, что это такой опасный шаг, неверный, и я хотела бы показать, почему. Это, во-первых, перевести аргументы философов. Второе, я хотела бы рассказать, какие понятия философы предлагают взамен этому понятию природы или сущности человека. И важнейшие понятия, которые я выделила, это вот эти самые самоуважения, дружба и солидарность. И я об этих понятиях расскажу. Третье, мне кажется, что обращение к понятиям самоуважения, дружбы, солидарности важны именно в белорусском контексте, да, не только в белорусском, но и в белорусском тоже, поскольку с этими практиками у нас есть проблема. И эти практики, поскольку непонятно, есть ли природа человека, вот самоуважение, дружба и солидарность нуждаются в особой поддержке, да, поскольку вот так просто из природы человека, если она или нет, их не выведешь. Он расскажет более подробно. Вот. И, ну, вот это вот, собственно говоря, четвертый момент, что если мы отходим, отказываемся от понятия природы и сущности, то мы переходим в поле человеческих возможностей, самоуважение, дружба, солидарность, такие ключевые возможности. И нам нужно думать, как их проблематизировать, как их отстаивать, да, как с ними работать. И это я хотела бы обсудить в рамках нашей дискуссии. И также хотела в завершении, да, поставить вопрос о том, какую этическую перспективу или какая этическая перспектива открывается, когда мы опираемся на эти понятия самоуважения, дружба и солидарность. Потому что эти понятия важны нам как раз в такой практической сфере, и они дают новые координаты. Ну, как мне кажется. Надеюсь, что мне удастся как-то это показать и с вами совместно обсудить. Ну, и прежде чем перейти к этим понятиям, я хотела еще одно сделать, такое небольшое предисловие. Оно касается лектора, который был тут в Европейском кафе. Да, это как раз фотография Брестская. Это Андерс Крейгер. Почему я выбрала эту фотографию и вспомнила его? Потому что в 2001 году в Вильнюсском центре современного искусства этот куратор организовал выставку, которая называлась «Самооценка самоуважения». То есть она состояла из двух слов. Слово на английском и на литовском. Вот. «Селф-эстим» и «Савигарба». И если дословно переводить, то действительно... И он сохранил два слова на литовском и на английском, потому что речь идет не только о самоуважении, но и о самооценке. Самооценка и самоуважение. И Крейгер, почему он сделал эту выставку в 2001 году? Поскольку он полагал, что эта выставка должна разобраться с рядом понятий, которые тогда литовцев интересовали в 2001 году. И первое в ряду этих понятий – это понятие идентичность. И Крейгер вот так развел понятие самооценки и понятие идентичности. То есть самооценку он определил – это то, что позволяет разобраться с тем, как люди в Литве чувствуют себя кем-то. Они служат утверждению того, кем они, как они думают, являются. То есть идентичность, согласно куратору, получается, связана со знанием о том, кто мы есть, это такое утверждение, кто мы есть, в то время как самооценка и самоуважение связаны с переживанием. И второй момент, с чем куратор этот работал, это, собственно, вот с этим разведением понятий самоуважения и самооценка. Он, используя это литовское литовское совигарбо, понятие самооценки, он поясняет так, что почему два понятия. Если мы возьмем понятие самоуважения, то вообще это понятие утвердительное. То есть мы утверждаем человеческое достоинство, но в Литве переходного периода 2001 года с этим сложности, пишет он в своем кураторском тексте. И получаются такие двусмысленности в связи с этим понятием, поскольку люди испытывают материальную нужду, неудовлетворенность своей жизнью, и как-то неблагоразумно демонстрировать уверенность в самих себе. Ну, понятно, да, это можно провести параллельно с нами, как мы себя ощущаем, да, и насколько можно и нужно быть самоуверенным, насколько высокой должна быть самооценка. Вот, и дальше еще Крейгер замечает, что если мы поразмышляем о понятию самоуверенности, то не окажется ли гипертрофированная самоуверенность всего лишь компенсацией низкой самооценки? Еще он задается вопросом, может ли любовь и самоуважение существовать вообще без своего зеркального двойника, без подозрительного и презрительного отношения к другому? И, наконец, он делает вывод, что вот эта савигарба литовская, она проблематизировала дистанцию между индивидуальными и коллективными полюсами, между я и мы. То есть, когда мы говорим об идентичности, идентичность предполагает, что я идентифицирую себя с членами сообщества, соотношу к каким-то, с какому-то сообществу или к разным сообществам, причисляю себя к ним, в то время как самоуважение и самооценка позволяют да продумать, каково это отношение, и в этом понятии видел потенциал Крейгер. Но это еще не все. Третье понятие – это понятие нарратива и рассказа, которое поднималось в этом проекте о самоуважении. И здесь Крейгер ссылался на индийского философа Хоми Бхапку, который говорил о том, что мы сейчас видим такую трансформацию в теориях национализма, в исследовании национализма, и мы видим, как происходит переход от обозначения народа как педагогического объекта, то, как виды ведут за собой, создают, воспитывают тех, кто идет за ними. Это вот этот педагогический объект. И этот педагогический объект, у него есть прошлое, это прошлое мы обнаруживаем настоящее, тут все устойчиво. И вот Хоми Бхапки считает, что сегодня происходит уход от такого педагогического объекта и происходит переход к нарративному перформансу. То есть, если попробовать перевести это понятие, то получается самообнаружение себя через рассказы, через повествование рассказа о себе. По существу этот проект «Самоуважение» и был таким рассказом 50 или 60 художников о том, какие разные литовцы разных поколений, разных гендеров, разных профессий, и это была попытка как-то собрать эту общую картину. Вопрос, насколько она удалась, но каталог позволяет расширить наше представление о том, что и мы сегодня под литовцами понимаем, и литовским обществом. И Бхапка говорит, что этот нарративный перформанс, он обнаруживает себя в пульсации, повторении национальных знаков, то есть, в том, как мы переживаем, переживаем прошлое, переживаем то, что от прошлого осталось в настоящем, видим перспективу, это связано с символами, то есть, эти символы, эти части нашей жизни, индивидуально, коллективно мы их переживаем, и вот разворачивается, и можем об этом рассказать, и самое важное, вот эти рассказы, о переживании контекста, в котором мы живем. И в этой связи Крейгер говорит, что ряд литовских художников как раз работали с этим, с нацией, с национальной идентичностью, как таким нарративным перформансом, и они обратились к таким понятиям, или тут есть такой целый раздел, они работали с пространствами, с подмостками, со сценами, со сценариями действий. Все это и позволяло конструировать или собирать эти рассказы вместе, то есть, их можно собрать, если есть для этого сцена, если какие-то подмостки специальные нужны, чтобы людям было уютно рассказывать историю друг друга, специальное пространство, где люди могли бы встречаться, вот это также было размышлением об условиях, в которых вот этот перформанс нарративный может возникнуть. И еще Крейгер говорит, что Литва в этом смысле это тоже такая небольшая сцена, которая, к счастью, сегодня интегрирована в глобальный контекст, и мы тоже должны понять, как эта сцена взаимодействует с другими сценами. Если обратиться к еще одному проекту 2014 года Крейгера, о котором он рассказывал, как раз здесь, в Бресте, он назывался «Искусство после политики идентичности». «Разве ты знаешь, кто я?» В этом проекте уже Крейгер, он делал в Антверпене, не в Литве уже этот проект, и его мысль заключалась в том, что надо попробовать вообще как-то от понятия идентичности освободиться, поскольку идентичность означает, что я связываю себя с сообществом, через перечисление к сообществу себя определяю, а в современном мире это сложно, потому что мы к ряду сообществ принадлежим, надо еще понять, к какому мы принадлежим, в большей мере, к какому меньше. Если мы говорим о художественной и артистической сцене, то художники, понятно, они постоянно курсируют, если посмотреть CV современных художников, родился в одной стране, учился в другой, работает в третьей, живет в четвертой. Это, конечно, не показатель того, как, наверное, большинство людей живет, хотя тенденция есть такая. И в этом смысле Крэгер пришел к выводу, что это вот и затрудняет использование понятия идентичности. И в этой связи можно сказать, да, об этом понятии идентичности, чтобы уже как-то немножко завершать, переходить к моей собственной теме, что вообще это понятие возникло, пришло на смену такому философскому понятию «я» с большой буквы. И если мы возьмем эту метафизическую философию, то в ней предполагалось, что мы тождественны самим себе, было важно совпадать с самими собой. И вот понятие идентичности означало такой сдвиг, когда оказалось, что это совпадение с собой, возвращение к себе всегда осуществляется через другого человека, абстрактного другого, конкретного другого. То есть мы возвращаемся к себе через другого, и возникает вопрос, непроизненный вопрос, каким же образом строится это прохождение через другого. Всегда ли это прохождение через другого этично и морально? Всегда ли оно связано с нашими обязательствами перед другим? С другой стороны, в какой мере это прохождение через другого действительно меня определяет, можно спросить. Ну вот, например, если взять меня, да, или вот нас с вами, мы идентифицируем себя, я не знаю, в Беларуси с какими-то сообществами, определяем как белорусы, но когда мы выезжаем за границу, тот другой, с которым нас идентифицируют, первый другой, это Лукашенко. И возникает вопрос, мы думаем, что это мы используем других для того, чтобы идентифицироваться с собой, а на самом деле это другие используют нас для этой самой идентификации. И мы поддерживаем этот образ другого, да, и нужно большие усилия совершить, чтобы сказать, Беларусь – это не только это, да, что Беларусь – это многое другое, ну, виден-то этот другой, это большой куклы. Вот, и в этой связи возникает вопрос, что наши отношения с другим сложные, неопределённые, да, они много разных отношений включают, это определение своего «я», понимание другого, сравнение себя с другим, размежевание, ответственность, инструментализация. И в связи с этим некоторые теоретики в конце 20 века стали критиковать понятие идентичность. Вот Брубекер, такой теоретик национализма, такую цитату можно привести, критиковал в связи с тем, что это понятие неопределённое, вызывает колебания между сильным и слабым значением, да, мы вот, моя идентичность как белорусский, моя идентичность как философа, моя идентичность там ещё какая-то личностная, я ответственный человек, да, то есть слишком много, большой такой спектр, и говорит ещё, что ещё между эссенциалистскими коннотациями идентичность предопределена и конструктивистскими уточнениями. Всё-таки мы проходим через другого, другие меняются, значит, она более расплывчатая, да, и в связи с этим теоретики говорят, нет, надо как-то это понятие уточнять, да, сужать, придумывать новые понятия, и мне кажется, что вот эта идея с понятием самоуважения, о которой размышлял Андерс Крейгер в своей выставке, она как раз позволяет затронуть эти морально-этические стороны. Мы можем тоже говорить об идентичности, да, но включая вопрос об уважении, взаимоуважении, самоуважении, мы затрагиваем этот вопрос, каким же образом строятся наши отношения с другим, да, как мы их оцениваем, всегда ли мы их оцениваем, кто из нас кого использует, вообще нормально ли использовать друг друга, или нужно выстраивать отношения как-то по-другому. И вот мне кажется, что задумка, да, этого автора Крейгера заключалась в том, чтобы войти в эту плоскость, да, этического морального взгляда. И прежде чем перейти, да, уже, собственно, к этим понятиям, я хотела привести к примеру еще одну выставку, да, так как у нас тут во многом артистическое пространство, которая прошла совсем недавно, в последние месяцы 2014 года, «Прогресс и гигиена», теперь уже в Варшаве, в Захэнте, то есть тоже в главном месте Варшави современного искусства. Ее кураторкой выступила Абда Ротенберг, и в центре этой выставки находилась связь понятия прогресса со всякого рода идеями от колониальной политики до евгеники и тоталитарной пропаганды по улучшению человека, да, то есть это такой, если посмотреть в каталог, огромный спектр не только Холокост, но и попытки найти, что ему в истории предшествовало, да, там размышления о колониальной политике, и до сего дня советский период затрагивался, то есть самые разные формы. Вот, и одна из авторов текстов выставки, Моника Платок, затрагивает вопрос, каким образом люди оказались объектами нацистских медицинских экспериментов. И ответ на этот вопрос, ее звучит в том, что ответ на этот вопрос связан с дефицитом или эрозией эмпатии. Цитата, «Когда эмпатия отключена, больше не остается связи с другими людьми, перед нами объекты, люди рассматриваются как объекты». Ну и, собственно говоря, вот этот вот вопрос о том, да, почему и как люди становятся объектами напрямую связан с вопросом о природе человека. И вот отвечая на этот вопрос, да, как нам не превратиться в объект, это в моем представлении связано с тем, что мы должны разобраться с понятием природы человека, критически на него взглянуть. И, переходя к этому вопросу, давайте держать в голове вот это понятие самоуважения, да, и о нем тоже буду говорить, которое нас настраивает, да, на эту моральную, этическую перспективу. Значит, первый мой пункт, собственно, переходя уже к содержанию лекции, «Бытие возможностей вместо природы и сущности человека». Как вот следует из этой цитаты, которую я привела, человеческое, превращение человеческого бытия в объект или предмет, согласно Монике Платок, ну не только ей, стало главным условием для экспериментов в концлагерях, и эта мысль отвечает размышлениям о человеческом бытии философов на протяжении всего XX века, то есть все они, размышляя о Холокосте, ну и еще даже до Холокоста, да, это с анализом Первой мировой войны связано, приходят к выводу, что вот эта объективация, именно она может быть таким маркером, когда происходит такая трансформация, когда мы становимся жертвами, да, и возникают преступники, которые посягаются на человечность. И одной из тем, кто занимался этим вопросом, была Ханна Арендт, вы, надеюсь, да, кто-то из вас смотрел фильм, прекрасный фильм, снятый в 2012 году, вот о творчестве Ханни Арендт, ее книге о Бейхмане, вот, и Ханна Арендт, одна из первых, как известно, предложила теоретический взгляд на происхождение механизма Холокоста, и в своей книге «Видоактива» она пишет, что никакой перечень человеческих возможностей не может исчерпать человеческого существования, поскольку, и вот эту цитату я как раз привожу, не может быть найдено то, чего человеческое существование не может лишиться, не перестав быть человеческим. И Арендт полагает, что нужно отказаться в этой связи от понятия природы человека, поскольку природа человека предполагает законченное представление о человеке, да, представляет этот перечень наших способностей или наших возможностей, и чаще всего об этом перечне знает кто-то другой, да, какая-то институция, государство или церковь, и нам приходится с этим считаться, да, у вас такая природа, будьте вот такими в соответствии со своей природой, вот. И вот эти размышления Ханн Леонид, конечно, не оказались бы возможными, если бы не определенная традиция, которая предшествовала, вот ее собственным размышлениям в фильме, эта традиция затрагивается, да, это связь с Мартином Хайдегером, и Мартин Хайдегер, ну, наверное, один из наиболее таких ярких, ну, убедительных, видимо, тоже, проектов не природы человека. В 20 веке предложил вот альтернативу природы человека, и началось это с его книги «Бытие и время» 27-го года, и в этой книге он выдвинул такой тезис, что сущность человека заключается в его существовании. Этот тезис вам может быть знаком по размышлениям Сандра, у него есть такой текст, «Экзистенциализм – это гуманизм», и там есть такая формулировка, что существование предшествует сущности, мы сначала в мир рождаемся, ничего из себя не представляем, и мы есть то, что мы из себя делаем. Хайдегер не был согласен с этой формулировкой, он полагал, что сущности есть, существование все еще более динамично, то есть это наше существование, его оформление все минутное, его даже сложно уловить, но тем не менее. И Хайдегер, чтобы как-то ввести новые понятия для этой формулировки, он вот ввел понятие «экзистенции», это понятие должно было объединить два метафизических понятия «эссенция» и «экзистенция», существование и сущность. То есть Цартер очень хорошо это показывает, говорит, что если мы возьмем нож, то когда его делал ремесленник, то он понимал, для чего он делает, была цель, и знал, как это делать. То есть у него уже было представление о сущности, и существование следовало, то есть реализация, изготовление ножа следовало за этим представлением четким. Вот это определение ни в коем случае не относится к человеческому бытию. Нет никакой идеи человеческого существования, человек заброшен в мир. Хайдегер только говорит, что это не ничто, мы заброшены в мир. И нас определяют другие люди, страна, в которой мы рождаемся, имена, которые нам дают, язык, на котором мы говорим, которые до того, как выбрать их, они уже есть. Вот это вот понятие заброшенности. Но тем не менее, Хайдегер полагает, что мы не просто находимся под влиянием всех этих обстоятельств, а мы способны преобразовывать их в проект. Ну и вот у Хайдегера, так как он в бытии и времени ввел такой увлекательный язык, новый язык, он использовал слова из повседневного языка, хотел размежеваться с метафизическим словарем. У него такая важная структура, которая выражает вот эту дистанцию, эту самую дистанцию, это вперед себя уже бытия в мире. И смотрите, уже бытие в мире, это мы заброшены, но мы всегда вперед себя. И у Хайдегера сначала вперед себя, а потом уже бытие в мире. То есть этот проект, то, что мы способны, из этих условий, в которых мы находимся, из предзаданных возможностей, способны их преобразовывать в проект, это самое решающее. Не наша обусловленность, хотя мы ее тоже не выбрасываем, а то, как мы с этой обусловленностью работаем, то, во что мы ее преобразуем, эту обусловленность. Ну и следующее важное понятие, такое обобщающее, которое Хайдегер вводит, это самое бытие возможностей. Мёклик Зайна, один из интерпретаторов, говорит, что не надо понимать это как конкретные возможности, а нужно понимать это как характер нашего бытия, оно возможностное. Мы можем менять обстоятельства, мы можем превращать обстоятельства в проекты нашей жизни, то есть мы можем обусловленность видеть как возможности, мы должны так делать, нет никакой идеи, нет никакого предзаданного представления, какими нам быть. Это наша задача, превратить обусловленность, превратить заброшенность в проекты. И ещё важно, что Хайдегер говорил, что нам важно, когда мы размышляем о бытии возможностей, оставаться в перспективе «кто?». То есть нельзя задаваться вопросом, что такое человек, мы можем спрашивать, кто такие люди, поскольку, если мы задаемся вопросом, что такое человек, мы спрашиваем о бытии человеком, о человеческом бытии со стороны, и говорим, что он такое. А когда мы всегда предполагаем, кто, мы спрашиваем изнутри этого самого существования, изнутри нашей экзистенции. Вот Хайдегер полагал, что эта возможность изнутри задаваться вопросом о смысле собственного бытия, она так же существенна для нашего бытия возможностей, как и вот эта структура вперёд себя уже бытием мире. То есть эта возможность нам всегда ещё предстоит, она у нас есть, даже если мы её не реализуем, эта возможность есть среди возможностей, одна из ключевых возможностей нашего бытия. Если теперь сделать вывод, что вот такой вывод, соотнести вот этот Хайдегеровский проект, о нём, конечно, можно до бесконечности говорить, это всё очень увлекательно, у Хайдегера много понятий, которые через чёрточку пишутся. Вот, обычно это всё интересно, но тем не менее, если коротко обобщить, то получается, что если мы, во-первых, хотим предотвратить превращение человеческого бытия в объект, которым будут без нашего усмотрения распоряжаться другие люди или институты, то мы должны обязательно говорить не только извне, но и изнутри нашего существования, и мы должны всегда учитывать нашу конечность, нашу смертность и связанные с ней аспекты, хранимость, уязвимость, различие способностей справляться с ограничениями, которые уже на уровне нашего тела возникают. Это первый вывод. И второй вывод, что мы должны понять и обеспечить те минимальные условия, без которых становится невозможным быть кто. Да, то есть, Хайдегер полагал, что эта возможность нам всегда предстоит, она связана с вопросом о смерти, но мне кажется, что этой мысли Хайдегера недостаточно, и поэтому я перехожу к понятию самоуважения, которое, мне кажется, является таким минимальным, необходимым условием, для того, чтобы не превратиться в объект, остаться этим бытием возможностей. Это понятие ввел израильский философ, живущий до сего дня, Абиша и Маргарит, в своей книге The Descent Society «Приемлемое общество». То есть, этот философ полагает, что прежде чем говорить о хорошем обществе, в таком философском концепте, нужно говорить о приемлемом обществе. И это общество, в котором институты не унижают людей. И этот философ полагает, что именно посягательство на эту способность самоуважения ведет к окончательному превращению людей в объекты. То есть, если дойдет до того, что будет подавлено самоуважение, то человек превратится в объект. То есть, другие наши возможности, то есть, наше бытие возможностей, они могут нас объективировать, подавлять наше «кто», закостеневать, вести к тому, что мы превращаемся в объекты, но это все не так опасно, или это чревато, что наше бытие возможностей превратится в объект, в том случае, когда те, кто нас унижают, докопаются до самоуважения. Как это понятие этот философ пытается раскрыть? Он связывает с понятием самоконтроля. Не знаю, насколько это понятие удачное, давайте обсуждать. И он говорит, что, тут я как раз эти цитаты привожу, что самоконтроль означает, что реакция на свое окружение происходит не непосредственно, не в форме рефлекса, а с задержкой после тщательного размышления. Самоконтроль характеризуется тем, что мы в своих действиях руководствуемся не внутренними импульсами, а рациональными доводами, и делает вывод, что жесты унижения почти всегда нацелены на то, чтобы показать жертве, что она больше не распоряжается своей судьбой и отдана на милость, или скорее находится во власти своих мучителей. И Маргарит далее различает понятие самоконтроля и самодисциплины. Понятие дисциплины кинтикуют многие философы, Мишель Буков в частности, философы XX века, и говорит, что самодисциплина, она дает о себе знать, когда мы контролируем какие-то конкретные действия с какой-то конкретной целью. Самодисциплина нам нужна в профессии, например, или в семье. Специфика самоконтроля заключается в том, что он не привязан к цели, не связан с определенной деятельностью, то есть получается, можно сделать вывод, что этот самоконтроль, это отношение к своему бытию именно как бытию возможностей. То есть я распоряжаюсь, я опираюсь на свои возможности, я доверяю свои возможности. Эти возможности находятся в моем распоряжении, никто не может на них покуситься. И это именно возможности, потому что когда на них покушаются, они превращаются в объект. То есть вот это отношение самоуважения, оно позволяет нам удерживать наше бытие как бытие возможностей. Можно сказать так же, что мы уважаем кто в себе, то есть мы не позволяем этому кто превратиться в что, когда есть самоуважение. Ну, еще следующий делает Маргарит важный для нас вывод, связывает с размышлениями Крейгера. Он различает самоуважение и самооценку. Крейгер тоже работает с этими понятиями. И это очень важно, поскольку самоуважение, он считает это фундаментальное понятие, самооценка возникает, вырастает из самоуважения. Почему? Потому что самооценка предполагает, что мы себя оцениваем. Мы оцениваем, как мы изменились, какие способности мы можем на рынке труда продать свои. Мы оцениваем, сравниваем себя с другими людьми, от этого чувствуем уверенность. Суть самоуважения в том, что это отношение к себе без оценки. Это не оценивание, это какое-то другое отношение. И тут уже возникают разные идеи, что же это за такое отношение, как его охарактеризовать. Поль Гикер говорит, что это отношение не презрение к самому себе. И это понимание себя, принятие себя до всякого оценивания. Независимо от того, как я действую, я защищаю свое бытие возможностей, не позволяю превратиться ему в объект, не бытие возможностей. Еще один философ говорит, так как мы размышляем о себе как таких ранимых существах, то самоуважение связано с притязанием, претензией на то, чтобы не быть оскорбленными. То есть это тоже более фундаментальное отношение, чем отношение оценивания. Ну и, конечно, понятие самоуважения отсылает нас к метафизике, к Эммануилу Канту, который размышлял о человеческом достоинстве. И он говорил, что человеческое достоинство, отношение к нему через уважение строится, он тоже использовал это понятие. И полагал, что в этом смысле человеческое достоинство, которое мы уважаем в себе, это внутренняя несравнимая ценность в каждом человеке. Опять несравнимая. И Кант полагал, что благодаря этой ценности человек является не только средством, но средством мы всегда, конечно, являемся тоже, но Кант полагал, что именно самоуважение позволяет нам не только средством быть, но и целью. То есть самим по себе. И вот к этому какие добавляют еще философы. Вот как раз тут мое обобщение. Самоуважение пропустило. Отношение к своему бытию, к возможности, не к объекту. Можно еще, согласно вслед за Кантом, сказать, что это такое нечувственное чувство. Это такое интеллектуальное чувство самоценности собственного бытия. Это не оценивание, а вот такое доверительное отношение. Ханна Алленд интересно размышляет, что оно связано с диалогом с самим собой. Отсутствие презрения к себе, доверия к себе, ну и вот это донормативное притязание на то, чтобы не быть оскорбленным. Однако, если мы... Да, вот я завершила тут Кантом, и если мы посмотрим на современных философов, которые с Кантом спорят, Кант полагал, что вот эта внутренняя ценность, с этой ценностью мы не можем ничего сделать, да. То есть, если мы устраним самоуважение, да, человеческое достоинство, то ничего не останется от человека. Вот, осмысливая опыт Холокоста, философы приходят к выводу, и в частности, о Гамбин, что, в общем-то, эта структура может быть подавлена в концлагерях. Я в одном своем тексте лекции о Ханне Арендт как раз, вслед за Ханной Арендт анализировал, Ханна Арендт в истоках тоталитаризма показывает, как в концлагерях доходило там уничтожение самоуважения. Сначала человека, заключенного, уничтожали на уровне уничтожения гражданина, да, лишали его всяких прав, гражданских прав. Он переставал существовать, да, там, в каком-либо сообществе, в стране. Затем было такое нравственное уничтожение, когда между людьми сеялась подозрительность, да, и недоверие. То есть, когда тебя ставили постоянно перед выбором предать товарища или умереть, или выбор Софии из такой фильм, да, где предлагается убить одного из детей, да, вот это вот разрушение всяких связей между людьми. И Ханна Арендт говорит, ну, было еще более, более глубокая ступень, вот уничтожение этого самого самоуважения. Однако Гампин из этого делает вывод, что концлагеря показали, что человек может вынести даже не человека. Что в этой ситуации, да, когда уничтожается самоуважение, человек все-таки человеком остается, да, но переходит в какое-то другое состояние, и с этим надо что-то делать, да. То есть, мы переходим, выходим за пределы, да, этой, опять же, понятия природы человека. Частью природы человека было это низкооринимое самоуважение, а тут мы видим, что и эту способность, да, можно в человеке устранить. Вот. И если теперь связать, да, исходя из этой критики, вот эта идея Гамбина, что можно покуситься на самоуважение, связать понятие самоуважения с бытием возможностей, то можно сделать вывод, что без самоуважения наше бытие людьми превращается в объект чужой воли, поскольку уничтожает, его уничтожение – это разрушение способности выбирать свое собственное отношение к происходящему. Один из выживших узников, Грунер Бетельгейм, так определил эту ситуацию, когда вот эта структура поколеблена. И мы видим, да, что во всеобщей декларации прав человека, которая реагировала на то, что произошло в Вторую мировую войну, на Холокост, мы видим, что там зафиксировано, что человеческое достоинство неприкосновенно, что теперь закон должен стоять на страже человеческого достоинства, поскольку это последняя точка лишения людей бытия возможностей, которая в большинстве случаев оборачивается смертью, но человек при этом остается. То есть человек переходит в такое состояние уже не бытия возможностей, а за пределами бытия возможностей. Такой инструмент для дальнейшей пытки, который уже не может справляться с этой ситуацией больше. Ну, возникает вопрос, да, что происходит, я задалась таким вопросом, что происходит с этой структурой самоуважения за пределами концлагеря, да, то есть это предельный опыт, Хан Анин полагала, что концлагерь нельзя сравнивать ни с какими другими опытами, хотя философы это делают, да, и тот же Агампин проводит параллель с тем, как чувствуют себя мигранты, да, в какой ситуации они находятся, да, и концлагерем, но Хан Анин предостерегала, поскольку в концлагере люди абсолютно лишние, да, и определяются как абсолютно лишние, да, и понимаются, и производятся как абсолютно лишние. То есть она полагала, что это такое сообщество трупов, да, производство трупов. Вот. Если мы вот выйдем за пределы, да, концлагеря, то переживаем ли мы это, превращение себя в объектов, происходит ли покушение на эту структуру самоуважения. И следующий вопрос, который возникает у меня, можно ли из этой перспективы деградации самоуважения говорить не только о жертвах, но и о палачах? То есть если люди остаются все-таки людьми, да, то что с палачами, которые посягаются на человечность, следует ли их называть людьми? Или у нас такая, то есть у нас возникает такая шкала, да, вот жертвы, где бытие возможностей, уже, да, не бытие возможностей, оно в инструмент превращено, и с другой стороны шкалы это преступники, да, в особенности преступники, которые участвуют в массовых уничтожениях, то есть если мы говорим, что природы нет, они тоже люди, да, но как нам к ним относиться? То есть они тоже в каком-то особом модусе находятся, как и эти узники концлагерей, да, за пределами этого бытия возможностей. Это следующее, в связи с этим я хотела бы, чтобы ответить на эти вопросы, что же за пределами концлагеря, как нам мыслить самоуважение в контексте нашей собственной жизни, и в связи с этим стоит отметить, что уже Кант полагал, что человеческое достоинство связывает людей между собой, что мы, говоря о человеческом достоинстве, уважении человеческого достоинства, говорим не только об одном человеке, а говорим о людях в целом, в целом, и он полагал, что вот это самоуважение, уважение человеческого достоинства объединяет всех людей в царство целей, так он это определял, да, ну, когда человек уважает себя, он для себя цель, и, соответственно, люди, которые уважают себя, образуют царство целей. Но Кант полагал, что это царство целей недостижимо, да, это такой идеал умозрительный, а тем не менее, да, одно из следствий, которое вот в философии Канта осталось, то есть если мы мыслим, да, о людях из перспективы уважения человеческого достоинства, самоуважения, то мы приходим к идее равенства. И это сформулировал уже Кант, то есть в этой точке, точке самоуважения, люди равны, и поэтому вот это такое специфическое сообщество, да, царство целей, это где есть полное равенство, поскольку у людей есть самоуважение. Вот, и мы находим вот продолжение этой мысли, опять же, во всеобщей декларации прав человека, поскольку в ней говорится, что люди равны в аспекте уважения и достоинства. В первой статье мы читаем, все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Ну, можно задаться вопросом, означает ли это, что мы от этого царства целей Канта перешли благодаря всеобщей декларации прав человека к такому сообществу, о котором Кант только мечтал? Ну, что нам тогда делать с этим опытом унижения, который мы переживаем постоянно? Вот, насколько это сообщество личностей вообще реально, да? Вот, и достаточно ли вообще говорить только о самоуважении, или все-таки нужны какие-то другие структуры, поскольку и Кант, и во всеобщей декларации мы читаем о людях, да, и другие люди, да, и возникает идея равенства в аспекте самоуважения между людьми. И к этому вопросу возвращается Маргалит, который говорит, что синонимом посягательства на способность самоуважения является исключение людей из человеческого сообщества. То есть, если другие люди начинают нас рассматривать как объекты, да, еще для этого используют, ну, унижают нас, да, и могут до пыток дойти, да, ну, даже если мне возвращаться к концлагерю, а в повседневной жизни, да, если к вам постоянно будут относиться как объекты, то есть шанс, что вы тоже к себе начнете так относиться, да, что тоже произойдет такая деградация вашей способности самоуважения. Вот, и вот это Маргалита хотел сказать, да, что на самом деле самоуважение формируется во взаимоотношениях между людьми, и поэтому нам необходим этот компонент, нам необходимы другие люди, и такая связь между ними, которая будет способствовать сохранению этой структуры самоуважения, и, соответственно, которая нам позволит критиковать те формы отношений между людьми, которые унижают самоуважение. Вот, и если, еще немножко, прежде чем перейти, да, такими структурами вот и являются, начиная с истории философии дружбы и солидарность, которые позволяют, и я объясню, почему, да, поддерживать структуру самоуважения, но если немножко к повседневной жизни, нашей собственной обратиться, то есть вообще эти проблемы меня интересовали не только в связи с чтением текстов, текстов, я не знаю, там, Ханны Адинт и других философов, а в связи с тем, что я персонально ощущаю это постоянное посягательство на самоуважение, да, чувство моего достоинства. С чем это может быть связано? С крайней социальной незащищенностью и бедностью, с регулярным хамством, особенно если это вышестоящий чиновник или начальник, да, который для вас, там, ну, я не знаю, авторитет, формально или неформально, он к вам пренебрежительно относится, вы начинаете часто несознательно, бессознательно проецировать на свое отношение к себе. Объективация, которую в массовой культуре мы находим, да, Ольховка, так сказать, с Ольховкой Ириной вы обсуждали, как реклама, которая эксплуатирует нашу сексуальность, когда это не нужно, да, как она тоже посягает на наше, мы распоряжаемся собственным телом и собственной сексуальностью, а тут мы видим, как этими самыми интимными сторонами нашей жизни, то, что неприкосновенно распоряжаются повсюду, да, в большей мере это касается женщин, но мужчин тоже, да, эксплуатация нашей сексуальности и телесности. То есть вот эти вот сферы, с которыми мы сталкиваемся и которые иногда, когда начнешь описывать это, сложно описать, поскольку теоретики травматического опыта говорят о том, что этот опыт вытесняется. То есть мы это забываем, вытесняем, да, а эта структура становится все более шаткой, да, или с ней есть проблема, а затем есть проблема с нашей самооценкой, с тем, как выстраиваются наши отношения с другими людьми, с уважительным отношением к ним. И мне кажется, что речь даже здесь идет не о наших правах, да, не о прямом попирании наших прав, а о том, что этому способствует, да, что это окружает. То есть сначала отнимаются какие-то наши возможности или нас вынуждают сделать выбор в пользу одних, а не других возможностей. Например, учите здесь, а не за границей. Работайте там, где мы вас распределили, а не где вы хотите. И понемногу вот это вот, то, что за нас принимаются решения, мы как бы не, потому что мы не способны принять это решение, да, это является, ну, как бы, вроде наши права не отнимаются, да, но у нас все меньше сил остается для того, чтобы вообще бороться за свои собственные права, да, потому что нас, нас все время институты, да, государственные институты в первую очередь представляют как таких неспособных, да, то есть нам нечего в себе уважать, мы не можем сделать выбором, мы не можем разобраться в ситуации, мы не можем справиться ни с чем, вот, и, конечно, мы видим, что понемногу, да, многие люди соглашаются с этой ситуацией, да, то есть, в общем, это можно говорить о деградации структуры самоуважения. Вот, и отсюда можно сделать вывод, да, что мы уже находимся вот в взаимодействии с другими людьми, когда Хайдеггер говорит о заброшенности, он также говорит о том, что мы находимся в мире всегда, и мы находимся, у него такое есть понятие, еще одно чересчерточку, бытие с, мидзайн, да, мы всегда уже находимся с другими людьми, вот, и другие люди, они как негативным образом на нас влияют, да, так и позитивным образом, и со всем этим нужно разбираться, но, что касается вот Хайдеггера, его можно покритиковать за то, что предметом его рассмотрения не стал, вот, то, что я обозначаю, непрагматическое, измерение такой непрагматической человеческой взаимности, когда люди заботятся друг от други ради поддержания определенных форм существования, которые позволяют им самоуважение поддерживать и позволяют сопротивляться, да, вот этому, покушению на самоуважение. Ну, и вот это вот, если мы все время находимся среди других людей, да, есть формы, которые там нас угнетают, да, определенные формы, которые посягают на наше самоуважение, то есть, философы описывают, что есть формы человеческого существования, которые способны этому противостоять, да, и начиная с Аристотеля такой формой человеческого существования считалась дружба. И если попытаться понять, почему дружба выполняет такую функцию, почему она может помогать нам сопротивляться, да, этому посягательству на самоуважение, то Поль Рикер, современный философ, несколько лет назад умерший, французский философ, полагает, что вот как он дружбу характеризует, что дружба – это когда я и другое разделяем на равных одно и то же желание совместной жизни, в дружбе происходит обмен незаменимого, и в дружбе оценка другого, как самого себя, равна оценке самого себя, как другого. Дальше, что сам вывод важный, который Рикер делает, что именно в дружбе рождается идея равенства, да, вот та самая идея, которая, без которой это сообщество цели кантовская, да, и сосуществование самоуважающих себя людей невозможно, потому что дружба, разделенность дружбы между весьма небольшим числом личностей уступает место распределению долива множественности в масштабе исторической политической общности. То есть вот это вот то, что дружба существует, мы совместно разделяем в дружбе вот эту общую жизнь, да, которая разделяется ради этой общей жизни, и для того, чтобы ее разделять, нам нужно быть равными, да, нам нужно уважать себя, уважать другого, да, и только это позволит этот баланс поддерживать, да, не использовать, не инструментализировать друг друга, и самим не попадать в такую ситуацию. У философов есть споры на тот счет, можно ли любовь отнести, да, поставить в один ряд с дружбой, и в общем большинство полагают, что нет, поскольку в любви есть особая логика, логика желания, которая не дождественна, да, вот этому равенству, которое возникает в дружбе. Вот, и Рикер говорит, что для дружбы, для дружбы важна взаимность, да, вот это вот равенство, которое возникает в дружбе, это не прагматическая, скажем так, взаимность, да, то есть это взаимность не для достижения каких-то целей, да, а для поддержания этого общего, что есть между друзьями. И что он еще говорит, что дружба, да, вот это вот отношение в дружбе связано напрямую с самоуважением, потому что довериться можно, довериться другому может только тот или та, кто не презирает самого себя, доверяет себя себе, а так и одновременно испытывает нехватку такого доверия или возвращения к себе, поскольку быть своими возможностями обязательно означает возможность быть другим кто, образец которого и предлагает другой. То есть вот это равенство, которое возникает, да, довериться другому, да, это равенство, которое возникает в дружбе, оно как раз необходимо для того, чтобы каждый из нас увидел другую перспективу для себя, ну, именно как личности, да, вот это равенство в дружбе имеют, мы имеем дело с двумя кто, да, там, или тремя кто, да, и другой человек, это такое, который возникает в дружбе, который равен мне, но он все-таки другой, да, то есть уважение человеческого достоинства как структура общая, но содержательно каждый из нас своеобразен, да, это уважение уникальности. И получается, что это отношение, отношение в дружбе, да, вот этих равных кто, принципиально для бытия возможностей, потому что бытие возможностей предполагает, что я могу быть другой, да, я могу изменить свою жизнь. И вот то, что, да, возможно вообще другая перспектива, ее обнаруживает другой, но другой как кто, да, другой, который равен мне в плане уважения достоинства, и получается, что дружба подкрепляет самоуважение, да, поскольку люди как бы учат друг друга самоуважение и в то же время выводят нас за пределы себя, да, то есть мы понимаем, что самоуважение необходимо поддерживать, но мы при этом меняемся, да, и эта перспектива равенства, она позволяет удерживать значимость самоуважения в этом отношении, в дружеском отношении. И что еще тут можно сказать? Ну, отсюда также следует, да, что дружба является признанием, уважением самоценности другого человека, да, каждый из нас вот это самоценное кто, и мы не можем обойтись друг без друга, потому что иначе наше бытие закостенеет, да, то есть другой человек, который уважает себя, обнаруживает для меня, да, гарантирует для меня, что бытие возможности вообще возможно, да, что оно не закостеневает, вот. И важно сказать, что вот эта непрагматическая взаимность, как в этом самоуважении я себя не оцениваю, так и в дружбе мы не оцениваем друга, да, и поэтому речь тоже идет о уважении другого человека, да, это тоже какое-то другое отношение, где мы признаем эту ценность другого человека, и мы взаимодействуем с другим человеком именно понимая, да, его самоценность, его уникальность, да, и в этом уникальности нашего отношения, да, такое, когда мы, когда у нас конкурентные отношения с другими людьми, например, мы сравниваем себя с ними, да, и это тоже возможное отношение в мире, Но дружба это другое, дружба не предполагает конкуренции, не предполагает оценивания. Ну и в связи с этим, что такое солидарность в контексте размышлений? Солидарность это перенос дружбы вот этой структуры равного отношения в социальный контекст, когда другой человек это уже может быть и незнакомый тебе человек, но мы признаем в этом человеке равную мне личность, равную в аспекте самоуважения, достоинства. И именно поэтому мы хотим ей помогать, или она готова нам помогать, потому что нужно защитить ту структуру самоуважения, она не позволит структуре самоуважения деградировать. И в то же время получается, как и дружба, солидарность цена сама по себе, поскольку она в ее контексте как раз наше бытие возможностей в полной мере возможно, поскольку это обещание другого открывает этот горизонт, не позволяет нам окостенеть. Вот, и еще один современный философ, да, Аксель Хонек подтверждает это, говорит, что мы в солидарности рассматриваем другого человека как личность, свойства, которые являются ценными для совместной жизненной практики. Вот, и именно личностные свойства, да, именно способность самоуважения, проявление себя, да, с опорой на самоуважение, а не свойства, которые, там, которые можно оценить каким-то образом, там, которые можно сравнить. Это уже не солидарные отношения будут. Вот, и делая обобщение, да, можно сделать вывод, что дружба, солидарность и бытие возможностей не выводятся из природы или сущности человека, поскольку никакая природа, как показывают эти ужасы массовых убийств, их не может обеспечить. Однако, именно вот эта взаимосвязь, да, ну, понятно, речь не только о дружбе, о солидарности, а речь о вот этой непрагматической взаимности, да, вот этого взаимного уважения. Получается, что именно взаимосвязь этого взаимного уважения, которое, ну, как-то так, прежде всего проявляется в дружбе и солидарности, ну, конечно, есть другие примеры, да, эта структура поддерживает самоуважение и верно и обратно, да, самоуважение невозможно без этой структуры, поскольку иначе я просто закостенею в своем собственном я, да, а другое открывает, да, перспективу для моего кто, да, для моего я. Вот, и можно сказать, да, что, да, можно еще один вывод сделать, да, что эти структуры, конечно, самоуважение, да, взаимоуважение не могут исчерпать, да, всего бытия возможностей, что это такие базовые структуры. Но следующий вывод, который из этого следует, да, парадоксальным образом для поддержания их тоже нужны условия, средства, да, усилия, которые мы должны делать, и как Маргарит показывает, насколько эти структуры работают, да, зависит также от институтов, да, государственных и общественных институтов, насколько они эту репрессивную функцию выполняют, да, унижают наше достоинство. Вот, и в связи с этим можно также сделать вывод, то есть получается, да, такая парадоксальная ситуация, что это такие ключевые возможности, но сами они находятся, поскольку нет природы человека, в кругу других возможностей, да, и нужны возможности, чтобы их поддерживать. Да, то есть такая вот такая, ну, парадоксальная ситуация отчасти, да, базовые возможности, но сами нуждаются в поддержке других возможностей, да, других условий. И вот по поводу этих, да, преступников, этот вывод, да, который я хотела также сделать, выходит, что преступники тоже достойны уважения, поскольку если мы рассматриваем их бытие как бытие возможностей, то мы даем им шанс измениться. То есть если у них не природа, преступление не в их природе, да, то у них, мы их уважаем за то, что они могут измениться, да, поскольку их бытие возможностей открыто, как и наше бытие возможностей. Хотя получается, что у них, может быть, с самоуважением и нет проблемы, но есть проблемы с уважением других, да, и что с этим делать. Вот, и что еще тут я хотела сказать, что вот это осмысление опыта Холокоста показывает, что человек может до бесконечности падать, да, в эту бездну нечеловеческого, и, соответственно, преступники, да, могут невообразимые преступления совершать. И получается, что у нас нет никакого другого выхода, кроме думать о механизмах, о практиках, об институтах, которые будут этому препятствовать, да, и, на мой взгляд, то есть моя идея заключалась в том, что эти практики должны быть связаны с структурой самоуважения, этой непрагматической взаимности в рамках межличностных отношений на дружбу операция, в рамках общества на солидарность. То есть вот те институты, которые, и практики, которые будут препятствовать падению человека в бездну, да, в одну сторону или в другую, жертву или палача, должны быть связаны, да, вот с этой структурой самоуважения и непрагматической взаимностью. И в этом случае, в этом смысле, возвращаясь к понятию идентичности, тоже можно сказать, что мы вполне можем это понятие оставить, добавив в него эти элементы, да, самоуважения и непрагматической взаимности, вот. И это тогда ставит вопрос о том, как нам понимать сообщество, то есть идентичность всегда связана с впечатлением к сообществу, и тогда можно и о сообществе сделать вывод, что цели сообщества, средства сообщества, также должны быть подчинены этой структурой самоуважения и непрагматической взаимностью. То есть ключевые наши возможности, да, ключевые наши идеи, это самоуважение и непрагматическая взаимность, да, они не должны в рамках сообщества быть поставлены под вопрос. Ну, вот это все, что я хотела рассказать. Спасибо. У меня вопрос в следующем. Очень часто встречается слово «другой». Какие аналоги в иностранных языках? Просто есть небольшая разница между «аза» и «наза», это иной, другой, это, ну, там могут быть семантические контексты, как это понимали философы именно немецкие, французские. Какие слова они используют, как еще их можно перевести? Немецкие здесь вот отталкивания вот от того, что когда-то с чем боролись, да? Ну, точнее, не раньше, а сейчас, с чем боремся, как синопопе. Непринятие иных, да, то есть вот другой, иной вот эта вот игра здесь. Как они используют? Те понятия, которые вы называете в немецком «андеров», «другой». То есть эти оттенки, вот вопрос, насколько эти оттенки есть. В немецком есть фрэмбе «чужой». Это действительно разводящиеся понятия, и немецкий философ, который занимается этими вопросами, Берхнерт Вальденфельс, он как раз разводит эти два понятия, и он говорит о том, что эта чуждость есть в каждом другом, это как раз то, что позволяет говорить о нашем различии, но эта чуждость, как раз философы настаивают на том, что она должна признаваться, и эта чуждость тоже, то есть для нее нужно найти пространство ее признания, да. И я вот сегодня перечитывала, есть такой интересный текст у индийской философа, социального теоретика Гайри Спивок, который размышляет о событиях 11 сентября, и у нее там идея, что вот даже об этих террористах мы должны разобраться с этой ситуацией, должны размышлять о них, не осуждая и не оценивая, а вот занять эту перспективу, да, чтобы разобраться, что ими двигало. И у нее такая идея в этом тексте, что нам нужно в этот контекст совершения преступления войти, да, то есть принять на себя эту чуждость, да, примерить на себя, чтобы понять, что ими двигало, и исправить, соответственно, это. То есть пока мы говорим, что это чуждость, в исламе заложено, да, мы, во-первых, демонизируем ислам, да, во-вторых, мы не разберемся с причинами, вот. И в этом тексте спилок еще приводит Махат Магарди, да, Саша показывала, цитату, в которой, когда был конфликт, да, был убит у представителя одной религии, был ребенок убит представителем другой религии, он обратился, что мне делать, да, как мне справиться с своей ненавистью. И Ганди ему сказал, возьми этого ребенка и воспитай его, ребенка, да, родителя убившего твоего ребенка, и воспитай его, вот, ты преодолеешь ненависть таким образом, и это будет, да, лучшим, лучшим выходом. Ну, понятно, да, что, наверное, все-таки у нас есть закон, да, как в каких-то ситуациях, да, есть решения, да, и какие-то преступления мы квалифицируем как преступления, вот, но, получается, современные философы полагают, что очень часто из-за съезд массовой информации, да, из-за того, что мы не знаем вообще ни исторических контекстов, ни культурных, мы не разбираемся с ситуацией, сделаем такое крюмо, да, он, этот преступник, потому что он другой, да, потому что это в его природе заложено, да, и это тупик, вот, и с этим вот современные философы связывают такую вот этическую перспективу, да, то есть мы должны, мы должны разобраться с этим, да, и там, я не знаю, европейцы, западные европейцы, да, американцы говорят, что нужно и с колониальным прошлым разобраться, да, то есть нужно, да, еще одна исследовательница говорила о том, что в Америке должен быть создан музей рабства, ну, это вот те вопросы, которые, вот эти обязательства перед другими людьми открыты, да, насчет их нужно рефиксировать в исторической перспективе, и в современной. Спасибо большое, я прям как-то залюбовала, заслушалась вами очень живо и интересно, спасибо большое, я так понимаю, что все очень печально, мы, насколько бы мы не, там, не любили других людей, мы все равно зависим от чужого мнения, и всем оно нам нужно, хотя бы для того, чтобы наплевать на чужое мнение, а насколько, ну, единственное против, ну, с чем я хотела бы поспорить, это высказывание по поводу Холокоста и Освенцима, то, что вот никогда до сих пор не было вот такого масштабного, там, уничтожения личности, потому что были вещи, о которых вы тоже вспомнили сейчас, было и, была и Америка с индейцами, и их рабами из Африки, там, где тоже к ним относились, как к инструментам, было и завоевание Южной Америки, там, где-то три года практически холодным оружием ножами, топорами 150 миллионов человек вырезали, то есть, все происходило только от того, что пришел кто-то другой, который назывался там Король-Царень, который сказал, я тебя сейчас буду убивать, вот и все, то есть, я, ну, дело в том, что Освенцима случилась, когда визитное общество было в другом уровне развития, но подобные по ужасу вещи происходили, просто... Да, вот эта выступка как раз «Прогресс и гигиена» показывала в такой широкой перспективе улучшения человека, да, то есть, вот... Человек расслабился в хорошем плане, но человек, в плохом плане, он научился лучше унижать и убивать. Ну да, то есть, это вот шкала, мне кажется, мне, я тоже говорила, да, она расширилась, то есть, мы не человека дошли, да, и преступники, ну, что там, Путин угрожает размещением ядерного оружия в Крыму, то есть, это тоже, в общем, то, с чем нам, насчет чего мы там думаем, обеспокоены, в ужасе находимся, то есть, это угроза для всего земного шара, да, и через там, вот, угрозу в Украине, вот. Вот. По поводу сравнения, да, этих разных опытов, есть философские, социологические, исторические, конечно, различения этих феноменов, если... и это важно различать, да, и, например, тоже понятие геноцида появилось в определенный момент, и когда сквозь призму этого понятия мы смотрим на предыдущий опыт, нужно понимать, что, насколько, да, адекватно его использовать, не нужно ли вводить новые понятия все-таки, да, но сравнивать, действительно, эти опыты друг с другом, но вот Агапин в этой цитате говорит, что никогда не было описано поражение достоинства, да, то есть, действительно, люди развились до того, что смогли весь этот ужас описать, да, и есть примеры, а часто, да, эти унижения просто прошлого, ну, и молчаливыми остались, да, но, тем не менее, конечно, сегодня озабочены, да, исследователи этим вопросом, да, и я считаю, что вот эта выставка в Варшаве просто такой очень важный пример, важно, что художники поднимают этот вопрос, да, о разных формах улучшения человеческого бытия. Евгеника, ну, то есть в Беларуси, я не знаю, там, наши правые публицисты используют это понятие, я считаю, что оно уместно, хотя уже столько про это написано и напрямую связывается, да, с опытом Холокоста, но, тем не менее, некоторые понятия как-то продолжают жить в позитивном смысле. Правда? Да. Дело в том, что мы, когда оказываемся вброшенным в этот мир, у нас есть уже изначальный культурный контекст, в котором мы растем. И не каждый человек настолько может самоосознать себя, само, скажем так, зауважать себя, чтобы начать создавать проект этот. Например, ну, приведу пример, недавно буквально у меня студентка писала курсовую по насилию в семье. 90% женщин не расценивают действия своих мужей как насилие, потому что их культурный контекст – это приемлем. То есть они изначально уже, скажем, на уровне еще детства, в них заложено как норма поведения, их культура, их бытия. И вопрос тогда, насколько перспективна вот эта идея самоуважения. Вот здесь собравшиеся люди, наверное, об этом задумаются. Но сколько людей у нас там, 300 тысяч за стеной этого помещения, которым вообще пофиг на самоуважение, потому что они выросли в другом контексте культурном. Перспектива какая есть, через сколько, вот вы считаете, разобьется это самоуважение в более глобальном контексте? То есть мне кажется, что вот как раз вот эти два других понятия, да, дружба, солидарность и вот эти формы, ну, если мы говорим об обществе солидарность, да, что вот те формы взаимного уважения, да, их, ну, я не знаю, развитие, да, культивирование, да, создание сообществ, которые будут на взаимное уважение опираться, вот они как раз и могут служить тому, что будет возникать самоуважение. То есть в одиночку это не работает, да. Я считаю, что искусство играет, например, очень важную роль, да, выставки, в которых ставятся эти вопросы, например, кинематограф, да, мало фильмов, недостает нам важные социальные темы, политические темы, да, где вот эти конфликты идентичностей возникают. И, ну, то есть, вот мне кажется, еще важно не связывать это с природой человека, чтобы задуматься, как нам это поддерживать, да, что нам делать, ну, то есть может она там какая-то природа и есть, да, но если все списать на природу, то вот так и никому не будет делать до самоуважения, да, вот. И надо думать, да, о тех институтах, практиках, которые поддерживают этот опыт. Ну, вот, не знаю, например, в Украине, да, по поводу событий Майдана исследователи ввели понятие революции достоинства. То есть они полагали, что ключевое понятие как раз было вот это достоинство, человеческое достоинство, самоуважение. То есть все-таки это понятие как-то, его можно увидеть, да, это понятие. Иногда еще тут возникает вопрос, что, конечно, такие большие понятия часто, ну, кажутся формальными, да, может быть, нужны новые понятия, да, которые позволят, ну, какое-то пафосное, можно сказать, да, там, человеческое достоинство, всеобщая декларация прав человека, остаются декларации, многие пункты там не обеспечены. То есть все это, конечно, какой-то такой пессимизм внушает, но, на мой взгляд, то, что все-таки мы имеем, да, ряд важных понятий, можем описывать опыт, с ними работать, да, это тоже уже много, да. Возвращаясь к институтам, то, что, ну, вот уже затронули, возникла такая параллель, и как раз-таки к Холокосту и Освенцу возникла, да, параллель, пример об истории, наверное, от такой человечности, и как раз-таки примера воспитания и взращивания, ну, вот, института вот этой человечности и самоуважения, как раз-таки, ну, недавно, наверное, опять-таки, перечитывая или возвращаясь к педагогу известному Корчику, его пример, я думаю, что не единственный, «Империи детства», где он занимался творчеством, жил и растил из детей, как раз-таки, примеры, я думаю, личностей, которые обладали именно вот самоуважением и которые, обходя в взрослую жизнь, вот этого чувства, наверное, не теряли. И поэтому, вот, возвращаясь к тому, что мы видим во взрослом мире, те ситуации, которые сейчас происходят, наверное, ответ, и он дает этот ответ, что он, безусловно, должен быть заложен в воспитании. И, ну, если вот многие, ну, социализации, да, социализации, и у него как раз-таки очень интересные примеры, вот, я просто советую, наверное, если могу это, ну, позволить себе, то есть всем обратиться вот к этому педагогу, мы все будем или сейчас являемся родителями, у него потрясающие примеры, что он делал с детьми, что мы можем делать с детьми, пусть не, ну, пусть не в государственных институтах, но в своих домашних институтах. Там поразительные примеры того, как растить, сращивать людей, человека, ну, вот, с большой буквы, обладающих как раз-таки солидарностью, умеющих дружить и обладающих чувством самоуважения. Если вернуться к этому понятию другому, вот Юра уже говорил, другой, чужой, то вот в философской традиции так сложилось, что другой это вообще, ну, враг враждебный, да, и у Сартера тоже, другие это арт, да, в общем, это во многом Сартер как-то посеял, да, эту мысль в его представлении, там, под взглядом другого, мы ощущаем себя как ранимое тело, но окей, действительно, другой может быть враждебен, особенно если это там неподконтрольные государственные институции, да, репрессивные, но в общем есть и позитивный опыт, да, то есть другие люди нам много чего дают, да, о чем вы говорили, да, позитивный пример и солидарности, социализации, да, взаимодействия, но он тоже этот опыт недооценивается, то есть масс-медиа обычно говорят об ужасах, да, то есть мы обычно решаем проблемы, да, вот проблемы, 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 обесценивание, человек в инструмент превращен в конкуренцию, и не хватает сил для того, чтобы описать этот положительный опыт, да, и показать, где другой действительно в нашей жизни играет эту положительную роль, да, где возникает солидарность, когда работает и на социальном уровне, возможно, дружба, то есть Алистотель полагал, что дружба проводников политики все-таки, да, важных ценностей, но вот этого самого равенства личностей, вот, и мне кажется, что это тоже, да, вот этот позитивный опыт, он необходим, то есть понятно, что он не должен быть таким сейчас позитивным опытом, не будем критиковать, да, должно быть и то, и другое, но мне кажется, что есть какая-то вот недостача, да, этот опасный, нависающий над нами другой, и непонятно, что делать, да, если все вокруг такое опасное, вот, то как вообще-то создавать эти сети солидарности? Опасные лучше продаете. Что? Опасные лучше. Ну да, это связано, конечно, с... Ситуация, насколько это безопасно просто, если весь мир будет воспринимать других как чужих, не сделают ли нас действительно объектами? Потому что открываясь мы становимся раними. Да, да, ну вопрос в том, что уже есть эти опыты, есть примеры, да, которые могут быть предметом выставок, да, предметом репортажей, предметом обсуждения, но чаще они, даже я какую-то заметку, такую критическую по поводу СМИ некоторое время назад, немецких СМИ читала, ну так аналитический был текст о том, что сколько примеров, да, и солидарности, и там успехов, которые в рамках гражданского общества достигаются, но им никогда нету в средствах массовой информации места, да, а средства массовой информации – это то, что на нас воздействует, то, где мы социализируемся в том числе, они создают картину того, что да, ужас, люди разобщены, помощи нет, ну или есть, да, там какие-то редкие примеры солидарности, но гораздо в меньшей степени, то есть их больше, да, и, возможно, их нужно открывать, да, мы там и мимо проходим, не замечаем, то есть, на мой взгляд, это, ну, для всех, да, ну и для искусства, так как я к выставкам возвращаюсь, мне кажется, это такая важная тема для искусства, с чем могут художники работать и тоже, да, обращаясь к публике. Как вы думаете, можно ли связывать все вот эти вопросы уважения, то есть уважения себя, допустим, уважения других людей вокруг с уровнем культуры? То есть, допустим, мы возьмем одно общество с более высоким уровнем культуры, и там как бы все вот эти, ну, вещи, они как бы естественные, привычные, а общество, допустим, с более низким уровнем культуры, то есть, ему нужно либо идти к этому уровню, и как бы это станет уже естественным, то есть, на новом уровне это станет естественным каким-то положением вещей. Я вот недавно, скоро будет неделя против расизма, и как раз обсуждали, да, что сегодня антропологи думают насчет расизма, и пересматривала, есть такая книжка, перевели недавно на русский язык, Эриксон, антрополог шведский, распространенной фамилии, вот, и он не только не использует понятие раса, всего же с 50-х годов практически антропологи не используют, но он в критическом ключе высказывается о понятии культуры, что вообще антропологи, они как-то так насторожно относятся к этому понятию, потому что это понятие часто представляется по аналогии с природой, да, что есть вот какие-то предустановленные правила, да, люди их там осваивают, транслируют дальше, вот, а если мы говорим о культуре, то культура очень сильно переплетена тоже с общественными институтами, с привычками, да, и если мы говорим, например, о солидарности, то солидарность связана с таким культурно-социальным явлением, как доверие, да, есть общества, в которых там больше доверия, меньше доверия, есть исследования на этот счет, но вопрос в том, ну, как бы, как тут общественное, да, измерение отделить от культурного измерения, и как сопоставить вот эти разные культуры и сказать, что какая-то культура выше, а какая-то культура ниже, да, вам там, допустим, красиво, ну, хорошо отнесутся к вам, допустим. На мой взгляд, вот с самоуважением, конечно, связаны совсем простые повседневные практики, да, с тем, как мы, я не знаю, улыбаемся, с тем, как мы, я не знаю, там, что мы, как мы себя ведем, да, постоянно на повседневном уровне, и мне кажется, что с этой открытостью на повседневном уровне, ну, можно говорить, да, что вот эта открытость, она ведет к тому, что и укрепляется самоуважение, то есть есть, я не знаю, я в Беларуси ощущаю нехватку. Что в чем она ведет? То есть ведет либо уровень открытости, ведет к этому, вот, или наоборот. Или наоборот. Ну, получается, с этим бытием возможностей тут всегда между ними взаимосвязь, да, так как у нас нет природы, нет последнего ответа, получается, что эти практики самоуважение подкрепляют, да, то есть оно не может без, без контекста, то есть если у нас в обществе, у нас нет перспективы, например, да. Ну, допустим, давайте вернем наше общество. Как вообще подвести его к более высокому уровню, то есть, ну, как бы, что нужно сделать? Нет, ну, вот то, что мы говорили о повседневной культуре, я считаю, что она может выносить в это вклад, да, то, как мы строим, то, как мы вот на улицах там друг к другу относимся, как велосипедисты, да, вот они ездят как сумасшедшие или там замедляют скорость, и мы, как те, кто ходят по дорожкам велосипедным, ходим по дорожкам или нет, то есть я считаю, что если мы будем друг с другом больше договариваться насчет очень простых повседневных вещей, то это будет усиливать нашу культуру самоуважения. То есть эту повседневность нам надо маленькими какими-то шажочками изменять. То есть мне кажется, что эта взаимосвязь есть. Ну, потому что мы, эта повседневная жизнь, эти практики, социально-культурные, скажем так, да, вот из них же мы и складываемся, да, из этих практик. Опять же, вот этот опыт нашего взаимодействия с другими людьми, особенно непрагматического, вот он нуждается в подкреплении, да, и мне кажется, в философском смысле изменения представления о человеке, что человек все-таки и не только эгоист, да, нам нужны другие люди. То есть нужно и критиковать их влияние на нас, но и оценивать, ценить, да, что нам дают другие люди. А вот есть такое, когда другой враг, а я эгоист, то очень сложно перейти к тому, что в этом пространстве между нами огромный потенциал. И, может быть, зря мы иногда боимся, да, там, открыться, потому что вот в нашем представлении все эгоисты, да, и все злые, вот, эти практики. Но для этого возвращаясь к повседневной жизни, например, очень важны общественные пространства. То, что у нас здесь есть общественное, вот сейчас общее пространство, где мы можем говорить, да, где мы знакомимся, вот, я не знаю, сколько людей тут знают друг друга. То есть люди, вот мы увиделись, здесь хорошая атмосфера, мы обсуждаем какие-то вопросы, которые вам интересны. Уже есть эти общее пространство совершенно необходимы, поэтому сегодня и философы, да, не только там, все, кто городом занимается, отстаивают значимость общественных пространств. Сюда и общественный транспорт, кстати, относится. То есть если все пересядут на машины, да, и на дорогие машины, никто не будет заботиться об общественном транспорте, то мы тоже будем меньше пересекаться друг с другом, да. То есть нужно создавать эти места, где мы будем, желая того или не желая, взаимодействовать. Ну, я не знаю, хорошие детские площадки, где мамы могут, мамы и папы, пока дети играются, разговаривают друг с другом. Для этого им тоже должно быть где сидеть, да, им должна быть, там, в парке площадка, да, чтобы можно было заодно встретиться с знакомыми. Вот, то есть, в общем, эти вещи, вроде бы эта структура самоуважения, но на самом деле, вы совершенно правы, она поддерживается за счет этих незаметных, ну и заметных тоже, да, изменения пространства, отношения ко времени, да, то есть вот эта вот, вот эта спешка, да, это вечно, что мы не успеваем, да, мы перегружены. Сегодня теоретики критикуют эту ситуацию, да, то есть контроль над временем, это очень важная вещь для нашего самоуважения и уважения других людей. Но мы об этом не задумываемся, да, то есть многие вещи из повседневной жизни очень важные проводники, да, вот этих базовых структур, наших базовых возможностей. Ты задумалась о таких более, в кавычках, мирных способах уничтожения самоуважения в человеке, то есть, которые, с одной стороны, как стратегия, то есть, продуман, ну, специально, то есть человек, я имею в виду, игнорирован и безразличен, да, то есть ты можешь потенциально, ну, как бы, выражать свое отношение к другому человеку, вот, игнорировать и все, тем самым, в принципе, мы можем такой же вред принести, какие структуры ты просто возьмешь, быстрее лишь или еще что-то, да, или другая сторона, что, ну, есть такие, как бы, тенденции, где-то они уже проходят, где-то опять, ну, осознают и возвращаются в более социальное, ну, как бы, сосуществование, когда люди безразличные, игнорируют друг друга, специально избегают друг друга, и в обществе они, получается, изобиливают себя от тех потенциальных, как бы, людей, с которыми они, вот, будучи, ну, взаимодействованы с другом, разговаривают о собственном, вот, 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 пути, возможности, да, то есть, вот, меня потолкнуло, вот, с перспективы сегодняшней лекции, вот, что есть более такие вот, когда мы даже не замечаем, да, что так происходит, да, то есть, когда ты откровенно причиняешь кому-то вред, да, то есть, это очень сразу, то есть, и, а когда это все незаметно происходит, вот, за счет того, что, да, просто не уделять, ну, то есть, внимания, или просто, вот, делать вид, что у тебя нет, то есть предмет, предмет, инструмент, собственно, вот, демонстрируют, это иногда опаснее, мне кажется, даже. Я как-то тоже когда размышляла, что сложно этот опыт уловить, он действительно рассеян невидимо, но из него складывается, действительно, вот, эта структура наша сильно задевается этими незаметными практиками. Я вспомнила, еще когда я в Европейском гуманитарном университете работала, там у меня был такой немецкий коллега, он сейчас, есть Феликс Акерман, он, когда приехал в университет, он стал всем писать письма, ну, то есть, когда там какая-то встреча, дорогой, да там дорогая, давайте придем, давайте встретимся, после вот нашего собрания мы посидим, попьем чай, он всегда носил какие-то печенья, да, ближе к Рождеству он принес там, я не знаю, елочку, свечки, наставил все время, что нам в университете нужны эти общие пространства, где начальство и подчиненные будут пересекаться вообще. Ну и вот этот его способ коммуникации всегда, ну, где можно, он скажет спасибо, я рад, и это действительно, ну, то есть, ты начинаешь себя чувствовать лучше от этого, да, то есть, ты, когда к тебе так относятся, да, ты тоже начинаешь к себе лучше относиться, да, и, в общем, он это, ну, как бы, как-то культимировал, да, он считал, что вот у белорусов проблема, да, они просто не способны эти формальные отношения, да, наполнить дополнительными важными смыслами, которые, на самом деле, не что-то вторичное, да, что очень важно для того, чтобы мы там и работали вместе, да, для того, чтобы удавались наши дела, да, в общем, это такой очень интересный опыт. Постоянно какие-то такие параллели возникали в психологии, потому что многие из тех вещей, что говорилось, ну, тут вообще, как бы, может, многим надо психоаналитику дойти, чтобы вот как-то с этим всем, да, да, что вот там признание другого, да, вот эти вот все, как-то там политические философы, социальные философы, да, как-то никто из них там к психологии себя не относит. Есть такая экзистенциальная психология, я так понимаю, что просто парни очень хорошо прочитали, переработали, пошли в жизнь. Хайдеггер же, с Хайдеггера началось, он вел понятие экзистенции, его последователи были как раз и в области психологии. Возникла эта экзистенциальная терапия, экзистенциальная психология, то есть на базе хайдеггеровской теории, да. Но если говорить о психоанализе, то есть же психоанализ общества, это как раз вот с этими непрозрачными путями, да, каким образом эти другие во врагов превращаются, какие сложности возникают для, там, я не знаю, идентификации, уважения, то есть психоанализ как раз все эти хитросплетения пытается проанализировать, поскольку эти механизмы, да, бессознательно работают. Ну и травмы, конечно, травматический опыт, это то, и это то, с чем сегодня много работают исследователи, поскольку его надо вытащить, этот опыт, да. И вот, ну, вы тоже сзади вспомнили Франкла, наверное, более детально могут, но у него есть такая, такая всемирно, наверное, известная речь, я не знаю, вы, наверное, поможете, 72-го года, по-моему, вступление перед студентами, что ли, и как раз-таки тоже там один такой момент у него есть, каким образом нужно относиться к человеку, по-моему, он там говорит о, ну, тоже, что ли, школьниках, ну, то есть подростках, может быть, когда он говорит, что в каждом человеке нужно ему давать возможность, ну, то есть изначально в нем видеть лучшее, чем то, что, как бы, в нем на самом деле есть. И вот как раз-таки, наверное, вот эти его слова, когда мы должны, не важно, к любому человеку, который рядом с нами, потому что в каждом человеке есть что-то вот прям гениальное, то, чего нет в другом человеке. И, наверное, когда мы будем по отношению просто к друг другу, даже в повседневности, ну, не беря там какие-то там или есть, или еще что-то, а действительно правдиво озвучивать, ну, лучшие стороны того человека, с кем мы беседуем. И, ну, опять это элемент социализации, и опять это то, что будет развивать вот наше, вот все то, о чем мы говорили, и то, что приведет, наверное, в дальнейшем, вот как раз-таки к такому здоровому культурному обществу без... Ну, будет больше форм солидарности, да, и как-то меньше посягательства на самоуважение, чтобы не было этим посягательством пронизано вся повседневность. То есть мы чувствуем, Алина там была в крови. Вот, в частности, проблема с мигрантами, работа там была в Захенте тоже на Прушкиной, которая рассуждает о том, что Европейский Союз, при том, что он, ну, там, условно, внутри очень хорошо развивается, он создает эти границы, в которые, как бы, вкладываются кучи денег для того, чтобы охранять границы Европейского Союза. Ну, и, как бы, существуют эти проблемы с мигрантами и с получением убежища, например, количество, ну, аппликаций и, там, заявлений о убежище в Германии растет, но, как бы, количество тех, кого принимают и разрешают получить это убежище, оно, как бы, уменьшается. И, собственно, как бы, ну, такой личный опыт про то, что, когда, там, условно, там, студентом я была, там, на клубнике в Англии, и это ощущение себя, ну, действительно, на уровне того, что у тебя, ну, у тебя в паспорте стоит место, где ты работаешь, и, то есть ты, как бы, ну, в принципе, если тебя остановят, и ты не там, то, как бы, тебе надо объяснить, почему ты работаешь не в этом месте. То есть, как бы, условно, ну, все твои права и, ну, как бы, как другого в этом таком финировой капиталистическом обществе, они очень ограничены. И, конечно, как бы, одно дело, ну, в каком статусе ты попадаешь в лица страны. И, ну, как бы, потом, например, была какая-то профессиональная стажировка, там, на уровне директоров музеев, и когда, как бы, у тебя вообще вернуло, ну, у меня лично вернулась вообще какая-то вера и любовь к Англии, потому что, когда перед этим я оттуда уезжала, мне казалось, что это, ну, общество, оно, как бы, там тоже уже куда-то катится. Ну, и, собственно, это просто к тому, что, наверное, как бы, действительно, это работа, и, как бы, это работа, ну, и нашего общества, и их общества в том числе, ну, как бы, их, ну, и европейского общества в том числе. И еще такой пример, может быть, как с этим тоже, ну, пытаются работать. Вот недавно просто на выходных было в Чехии, и там фестиваль документальных фильмов идет в десяти крупнейших кинотеатрах Праги. И что самое интересное, это у них есть специальная программа, называется «Фестиваль для школ», и туда отбираются специальные фильмы для детей, там, от восьми до четырнадцати, потом от четырнадцати до восемнадцати, и, как бы, школьников вводят на все эти фильмы, и фильмы все связаны с правами человека. То есть, и, собственно, после этого они проводят дискуссии, вот, ну, и, собственно, вот, интерес в том, что, действительно, они, как бы, пытаются с этой темой работать, и, как бы, ну, на школьном уровне, то есть, это, как бы, тема различных аспектов, и набор фильмов, там, до ста штук из всех стран мира. То есть, это такой пример, наверное, как, ну, они поднимают эту дискуссию в обществе и формируют какие-то взгляды молодежи. Если даже тюремно-заключенных взять в странах Западной Европы, то не сравнить, да, их ситуацию, что недавно был материал о том, что в Швеции стали тюрьмы активно закрываться, потому что нету преступников, да, преступников все меньше становится, в то время как мигранты, их все больше, и надо как-то совершенствовать законодательство, менять представление о гражданстве, то есть, об этом тоже есть большие дискуссии. Я вот теперь мечтаю в Европейское кафе пригласить интересного специалиста на эту тему, о том, какие вообще перспективы, да, на законодательном уровне. Не про миграцию, поскольку миграция влияет на то, как трудовые отношения меняются, не только там гражданство, политические права, но вот сегодня очень интересная тема прикариата, вот это вот люди, у которых необеспеченное рабочее место, которые работают, то на одном месте, то на другом, у которых нет социального пакета, количество таких людей растет, очень часто это как раз мигранты, процентно больше женщин, которые должны там за пожилыми, так получается, да, ухаживать за пожилыми родителями, да, и дети у них, вот, и в связи с этим вот возникают, что эта миграция, это не только вопрос, да, там, этого гражданства, ситуации, в которых люди наказываются в новой стране, но это изменение вообще сегодня очень, да, да, очень многих, очень многих, я не знаю, структур, да, институтов, сфер, не только политики, но и трудовой сферы. И, конечно, мы тоже втянуты в той или иной степени в эти процессы, вот, и, ну, как бы, не избежать надо это обсуждать, об этом думать. Да, и, ну, как бы, неизвестная система, да, и вообще система, там, наказание, тоже очень такая интересная, благодатная тема, потому что в Швеции преступников меньше не стало, просто они по-другому начали наказывать, скажем так, работать с преступниками, и поэтому они решили, что тюрьмы, это слишком дорого, потому что тюрьмы – это деньги на содержание, после, получается, все равно продукт – это преступник, который не умеет ничего делать, он не перевоспитан, то есть функция наказания выполнена, но нет функции перевоспитания, поэтому по-другому будет еще лучше. Ну, надеемся, что люди от этого, что люди лучше себя от этого чувствуют. А тут как везде есть проблемы, потому что одно дело, когда, не знаю, украл пять колосков и на три года посадили, а другое дело, когда, ну, какие-то действительно преступления против личности, и когда, ну, как сказать, почему они вызывают нарекания у людей на такое послабление в пенитационной системе, потому что, когда именно пытаются, вот, не знаю, маньяков или каких-то там смертоубивцев выпускать или как-то пытаться налаживать их отношения там с бывшими жертвами или еще что-то, ну, люди страдают, люди боятся, и поэтому не все так просто, не все так гладко. Ну, у нас была такая задумка вообще о фигуре Ханны Аренда рассказать, да, и я. Да, тут тоже упоминала Ханну Аренда, она дала толчок к анализу опыта Холокоста и сделала, так как это был философский анализ, хотя Ханна Аренда всегда отрицала, что она философ, говорила, что там она политический теоретик, ну, там, притолог в нашем понимании, вот, но тем не менее, как раз ее книги важны в философском смысле, то есть она вот задала такую новую рамку, что ли, да, для анализов человеческого бытия и общества, то есть это совершенно новый взгляд, да, там, о базовых ценностях, исходя из этой перспективы Холокоста. Да, ну, что она спорила, сопротивлялась, отстаивала свою точку зрения, ну, да, она такая, вот, непримиримая была, и в фильме хорошо это показано, что Золотон мне друг, но истинно дороже. Ну, вот, она как раз, как-то, там, и с друзьями, с какими-то своими разошлась на почве с судебного разбирательства Эйхмана. Это я вот, когда мы делали процесс, читала, я не вспомню, как назывался текст, ну, про Хавку, в общем-то, текст, ну, он, может, так и назывался, что-то там, Хавка, или вот, и там она рассуждала о паре и поровеню понятия, то есть как человек в чуждой ему культуре, да, мигрант, может, либо потеряв свою идентичность, то есть влиться полностью, там, ну, свое лицо утратить и стать, там, частью этого общества, либо это лицо сохранять, держать, и вот, то есть вот об этом шла речь, это был очень известный текст, потому что у меня возникла ханалин, вообще в моей жизни очень, как бы, ценные тексты, и для меня, то есть не касаемо этого фильма, а вот просто такая параллельность к теме вот, мигантов, к теме всего, и все, что-то... Может быть, о фильме просто есть какие-то идеи, хотелось бы, что-то касается... Ох, нет... Будет возможность посмотреть. Есть еще интересное интервью Ханны Арил с Гаусс, с журналистом, такой длительный, я не знаю, там, через, по-моему, два часа, и она тоже интересна, там, отношение к немецкому языку, к ее соратникам, там очень интересная есть фраза, что вообще интеллектуалы легко сдаются и готовы выдумать оправдание любому режиму, да, то есть у них, их воображение хорошо работает в новой ситуации, вот, что это, конечно, очень опасно. Ну, сколько было тех, кто понял, что происходит, да, еще в 30-е годы, как ханалин, это единица, да, в основном все как-то до последнего находили оправдание. Ну что? Ну что же, мне постепенно надо, наверное, отпускать. Ой, спасибо большое. Да, вам успела, прекрасно. Спасибо. Спасибо.